История россиянина, перебравшегося в Сербию Люди из жизни Полночь 5, 21 октября 2019 года Когда местные узнают, что ты из России Они улыбаются История россиянина, перебравшегося в Сербию Фото, страница Михаила Машногорского В Facebook Много лет назад Михаил приехал в Сербию, чтобы получить высшее образование После университета он остался там жить На собственном опыте узнал, что для жителей этой страны Любовь к России не пустой звук В рамках цикла материалов о соотечественниках за границей Лента.ру публикует его рассказ о жизни в Нове Саде Я родился в Краснодаре в 1991 году Вскоре семья переехала в Москву А после 7 класса родители увезли меня в Хорватию, в город Пула Там я закончил 4-летнюю школу туризма, гостиничного дела и продаж И передо мной встал вопрос о том, где получать высшее образование Поскольку я окончил хорватскую школу и выучил местный язык, вариант с возвращением в Россию даже не рассматривался Сначала выбор пал на Словению, к тому времени она уже вступила в Евросоюз, а Хорватии еще нет Мы с отцом даже съездили на машине в славенскую столицу у Люблину Мне понравились и страна, и город Смущало только, что для поступления нужно учить славянский язык Это не так просто, да и вступительные экзамены в Словении вовсе не формальность Решение подсказал хороший школьный товарищ В один прекрасный день он рассказал мне о Сербии Оказалось, что сербские университеты принимают иностранцев без вступительных испытаний При этом в Сербии получить визу, вид на жительство или гражданство проще, чем в большинстве европейских стран И то и другое было огромным преимуществом по сравнению со Словенией Я поступил на юридический факультет государственного университета в Новесаде столицы сербского края Воеводина Новесад меньше Белграда, но для меня это было плюсом Я пожил в Москве и совершенно не хотел возвращаться в большой суматошный мегаполис, где все куда-то бегут Фото опубликовано собаками Айл Мошногорский и сербский быт Российские граждане могут находиться в Сербии без визы не дольше 30 дней На практике ограничения по времени легко обойти Достаточно раз в месяц ненадолго выезжать из страны и тут же возвращаться Получая в полиции по месту жительства подтверждение регистрации так называемой «белый картон» Лично я для этого всегда выезжал в Боснию и это очень близко и выгодно в финансовом плане Но вообще говоря, в Сербии нетрудно получить и годичный вид на жительство, особенно студентам А когда он заканчивается, его можно продлить еще на год Поначалу было непросто, но в новой стране всегда так Мне повезло, хорошие люди сдавали большую квартиру напротив сербского народного театра в Новесаде Вместе с коммунальными платежами выходило 300 евро в месяц по-моему, совсем недорого, учитывая, что это самый центр города Родители помогали платить за жилье, а я сам подрабатывал переводами и получал около 300 евро в месяц Еда и книги обходились в 250 евро, а на оставшиеся деньги я в свободное время ходил в кафе и посещал театр По большей части жизнь в Сербии не очень дорогая К примеру, цены на продукты сравнимы с российскими, а фрукты и овощи даже дешевле Правда, при этом коммунальные услуги обходятся в копеечку При жилплощади 60 квадратных метров платежи за газ, отопление, воду и прочее составляют в среднем 140 евро в месяц Конечно, это не так уж много, если сравнивать с Германией или Великобританией, где самая дорогая коммуналка в Европе, но заметно дороже, чем в России Связь тоже не дешевая, 15 евро за безлимитный интернет и по 6 рублей за минуту переговоров по сотовому телефону Пожив в Сербии, я стал замечать, что это, к сожалению, довольно грязная страна Хотя повсюду стоят урны, люди бросают мусор прямо под ноги Даже в том месте, где я сейчас живу, люди сорят, выбрасывают ненужный хлам В той же Хорватии такого не было Еще в глаза бросается высокая безработица, она составляет 18% и считается одной из главных проблем страны Из-за нее сербская молодежь после окончания университета часто уезжает работать за границу Бесплатная медицина доступна только местным, поэтому во время учебы я оформил себе страховой полис, который включал основные анализы и стоил почти 60 евро в год Пакет с дополнительными услугами обошелся бы дороже В конечном счете, сербская медицина неплоха, но на порядок хуже, чем, например, в Германии, а в поликлиниках и больницах нередко приходится подолгу ждать своей очереди Качество дорог тоже оставляет желать лучшего Тут Сербия уступает и Хорватии, и Австрии, и другим странам Евросоюза Раньше я ездил из Новесада в Белград по железной дороге Было удобно, поезда скоростные, современные, чистые и уютные Но потом из-за ремонта железной дороги пришлось перейти на автобусы, которые ходят с большими интервалами и часто опаздывают У друга в Белграде я насмотрелся на местную ночную жизнь Впечатления самые яркие, там отличная атмосфера, музыка, самые разные напитки и к тому же множество красивых девушек Понятно, почему молодые люди из разных стран едут туда, чтобы весело провести время Здесь множество ресторанов и кафе на любой вкус и кошелек В заведениях играет сербская и зарубежная музыка, а официанты всегда готовы помочь, особенно если ты иностранец В фото опубликовано собаками Аил Мошногорский русский брат Я всегда знал, что Сербия это братское православное государство, которое имеет тесные культурные и духовные связи с Россией Помню, как внимательно следил за новостями в далеком 1999 году, когда войска НАТО 78 дней бомбили Югославию Но лишь после переезда я своими глазами увидел, как здесь любит Россия У сербов есть присказка, нас с русскими 300 миллионов, а без русских полгрузовика Когда местные узнают, что ты из России, на лицах сразу появляются улыбки Некоторые даже переходят на русский, расспрашивают о Путине В Москве интересуются экономической ситуацией в России Многие знают и любят российскую музыку Причем поют не только «Катюшу» и «Подмосковные вечера», но и современные песни Например, певица Максим Все это, конечно, очень приятно Я не раз имел удовольствие ощутить на себе сербское гостеприимство Однажды в кафе ко мне подсел незнакомый парень Мы познакомились, разговорились, и он узнал, что я из России Когда я собрался уходить и достал кошелек, чтобы расплатиться Мой новый знакомый объявил, что сам оплатит мой счет Он объяснил, что очень любит Россию и русских, поэтому с удовольствием меня угостит Российское происхождение помогало и в университете Один преподаватель, обнаружив, что я родился в Краснодаре, предложил мне отвечать по-русски Я его поблагодарил, но отказался Еще один профессор попросил прочитать наизусть что-нибудь из Пушкина Я продекламировал письмо Татьяны из Евгения Онегина, чем вызвал у него восторг Это не единственная история такого рода Как-то я гулял в центре Новесада и остановился посмотреть на свадьбу Ко мне подошел кто-то из участников церемонии и завел разговор Стоило мне сказать, что я из России, как он полез обниматься и повел к присутствующим Называл русским братом, говорил, что мне нужно перекреститься и поцеловать жениха с невестой Дал раки крепкого балканского напитка Фото, страница Михаила Машногорского в Facebook Жизнь на две страны После окончания университета я стал работать переводчиком с сербского на русский И перевел не менее шести книг Помимо этого, я даю частные уроки русского языка и сочиняю стихи Первый сборник моей поэзии называется «Красота вне моего разума» И написано в сербском языке И это было для меня большим вызовом и мечтой К моей большой радости, книга пришлась по душе моим родителям, друзьям и любителям поэзии Мы купили дом в Сербии, здесь живет моя мама А с отцом, который работает в России, мы регулярно общаемся по телефону Дома мы говорим по-русски, готовим русскую еду, читаем русские книги и сидим на русскоязычных интернет-сайтах В дальнейшем хотелось бы жить на две страны В России больше возможностей для хорошего заработка, поэтому работать лучше там Но свое будущее я определенно связываю с Сербией Больше истории о жизни россиян, переехавших в другие страны, в сюжете «Русские за границей» Если вы хотите рассказать свою историю, отправляйте письма на электронный ящик LifeAtlantica.ru Подготовил Олег Парамонов Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!